Добрый вечер! Я сегодня с неприличным совершенно опозданием. Не хочет работать EVPN почему-то. Чувствует, что Лены нет рядом. Отказывается меня одну пускать в эфир. Добрый вечер! Я очень-очень извиняюсь за опоздание. Ну, практически все это время сидела и пыталась настроить прекрасные свои яблочные устройства. Ну, тема эфира, я думаю, что всем понятно. Кто угадает? Может быть, кто-нибудь из вас угадает? По какой причине мы сегодня здесь собрались? Ну, не буду тянуть и откладывать в долгий ящик. Конечно же, это Ланг. Вы все видели, что мы вчера получили очень большую и прекрасную поставку Ланг. Такую достаточно долгожданную, потому что в коллекции много весенних и уже весеннелетних новинок, которые ассортимент Трискеля дополнит. Я думаю, что вы уже видели какие-то прекрасные цвета и в сторис у нас, и у наших коллег. В эфирах сегодня и, может быть, вчера, и уже успели заметить, что пришел и новый ФАМ, и еще целая коллекция маленьких журналов из линейки Пунта. Мы получили также журнал «Воладикт». И это все такой, знаете, глоток свежего воздуха, глоток весеннего, такого прекрасного солнечного настроения, который мне лично вот эту всю весеннюю историю форсирует. Настроение поднимается. Давайте, наверное, начнем с вами с журналов. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием отвечу и ВКонтакте, и в Инстаграме. Полистаем чуть-чуть журнал. Мне не очень удобно будет держать оба устройства и листать его как положено, поэтому по традиции продемонстрирую обложку. Ну, какое-то количество страниц уже можно было увидеть в сторис вчера и в Инстаграме, и в других социальных сетях. Очень яркая обложка, очень сочная. Мне вообще нравится это сочетание голубое-розовое. Такое, какое-то, может быть, банальное, немножко детское, но при этом всегда жизнерадостное. И опять же в сторону цвета, в сторону солнца, в сторону весны разворачиваемся. Так, когда уже, наконец, будет новый альбом 2022? Юлия, у нас альбомы выходят, скажем так, в порядке таком, что сейчас у нас, по идее, с вами 23-й год, и уже, конечно же, в конце 22-го должен был появиться альбом 2022. Сейчас мы ждем его очень-очень, он в работе, и это очень долгий процесс, который занял, к сожалению, больше времени, чем хотелось бы. Но мы в первую очередь сейчас выпустили книгу, книгу с воротничками, и она немножечко заняла время и заняла место вот этого блока работы над альбомом. Поэтому чуть-чуть еще ждем. Я думаю, что апрель месяц, и альбом наш уже не за горами. Но на самом деле лучше нам Александра ответить на этот вопрос, потому что она курирует полностью выпуск альбома, и львиную долю всей работы выполняет именно она. Я знаю, что сейчас смотрит ВКонтакте, и если это сейчас мне подскажет, то я более подробной информацией с вами поделюсь. Так, ну что, давайте посмотрим FAM 276, уже 276, мне кажется, только что 240 какой-то был. Желтый цвет, здесь прекрасная пряжа Сакура, которой в нашей коллекции в этом году не будет, но мы всегда можем предложить какую-то альтернативу, и связать, в принципе, любую модель можно из пряжи альтернативной. Даже не обязательно там будет Ланг Аура, очень нравится мне такая история, без застежек, такой V-образный вырез, и немножечко и воротник, и вроде в сторону пола отсылает такой жилет, с интересными деталями, смотрите, какие выточки, какие с убавками красивые. Ну, модели в журнале Ланг, как всегда, очень универсальные, они, как всегда, располагают и вдохновляют, очень хочется пофантазировать, может быть, как-то доработать их, может быть, как-то поиграть с цветом, изменить немножечко для себя, смотрите, какие ажуры. Я, кстати, подготовила для вас подборку пряжи и моделей из масс-маркета и из премиум-сегмента любимых наших с вами брендов одежды. Сейчас смогу их, наверное, продемонстрировать в Инстаграме, ВКонтакте выложу после эфира в сториз. Ну вот, тему Кашемир Дримс, Махера и ажурных изделий из Махера. Сейчас попробую. Так, 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 забыла, как это делается. Простите меня, пожалуйста. Наша любимая недоступная Зара порадовала меня вот такой вот историей. ВКонтакте не видно сейчас, но я попробую вам описать. Комплект полностью выполнен из Махера. Я, честно говоря, не знаю, какого рода Махер использует Зара. Есть ли там шелк и суперкит это или нет, насколько он тонкий и мягкий. Могу увидеть только картинку. Это такой комплект из трех деталей. Длинная юбка с очень простеньким ажуром. Топ, прям совсем короткий, прям маечка. И сверху такая кофточка а-ля кардиган на маленьких пуговках. Все выполнено в монохроме в одном цвете. Это нежно-голубой. Он соответствует одному из оттенков Lang Lace. Очень, очень круто выглядит. Если вы обладательница стройной и прекрасной фигуры, то, мне кажется, такой комплект будет летом, может быть, даже в холодный какой-то вечер. И вот сейчас по весне очень актуально. Так, еще сейчас один вариант покажу ВКонтакте. Я обещаю, в Инстаграме обещаю ВКонтакте выложить в сторис. Еще один. Здесь рисунок, к сожалению, занимается, занят моим изображением. Не очень хорошо видно. Но, смотрите, это тоже Zara. И здесь длинное платье в пол, полностью ажурное. Внизу дублер. В идеале, конечно, хотелось бы видеть его из шелка. Не знаю, из чего делает Zara. Но, опять же, наверное, что-то такое более синтетическое, чем шелк. Lang Lace, опять же, попадает идеально в палитру. И очень, очень классно это все выглядит. Что могу сказать? Это меня отправляет куда-то в прошлое. То есть, когда я вижу эти модели в Zara. А Zara это такой масс-маркет, который собирает тенденции со всех подиумов, с самых-самых именитых домов моды. Конечно же, получается квинтэссенция. Если вы хотите увидеть тенденции, то самый простой способ, самый простой способ зайти на сайт Zara и посмотреть, что же из трикотажа они предлагают. Промахер. Отдельная история. Промахер летом. Очень много можно найти прекрасных моделей в FAM. Я поделилась с вами сейчас наблюдениями именно из масс-маркета и Zara. И из журнала FAM 276 хочу показать еще модель ажурную, которая связана из тончайшего кашемира на шелке. Это кашемир Dreams. Как мы с вами знаем, прекрасный аналог для тех, кто не может каким-то причинам позволить себе носить махер. И это прекрасная замена нежнейшей тонки кашемир. Смотрите, какие действительно летние модели получаются. Несмотря на то, что это кашемир и шелк, ажур, я уверена, что, ну, может быть, не в плюс 35, но в достаточно теплую погоду в таких вещах будет очень комфортно, потому что, опять же, мы с вами знаем, что кашемир прекрасно подстраивается под температуру тела, когда надо греет, когда надо не очень сильно греет. Вот, и, в общем-то, это история комфортная. Так, еще одна была роскошнейшая модель здесь из махера. Сейчас я вам ее найду, покажу. Мне не очень комфортно в одиночестве без Лены. Мы уже соскучились. Да, вы соскучились, девчонки? Я надеюсь, что она посмотрит эфир. Свою поставит резолюцию. Вот она нашла. Смотрите, какие косы классные. Просто роскошный и цвет, и модель на поясе без пуговиц, ничего лишнего. Горизонтальное такое вязание не очень привычно. У нас, по-моему, нет моделей, да, которые горизонтально связаны. Все как-то вертикально. Но это махер люк, то есть это более объемный и более теплый вариант махера, чем лейс. Это самый, наверное, объемный длинноворочный махер из того, что, в принципе, в ассортименте есть сейчас. 175 метров в 25 граммах. И у нас, к сожалению, новость такая не очень приятная о том, что ланг подорожал таким и подорожал сегодня. Поэтому какая цена сейчас, не помнишь, Ёль? У махер люкс. Он подорожал тоже. Сейчас Ёльчик скажет, насколько сильно он подорожал. И ланг лейс ламе, это более изящный вариант махера. Лейс нос люрексом. Но тоже в одной цветовой гамме. Так. 1390 махер люкс стоит сейчас. Я не буду, с вашего позволения, листать журнал до конца и искать расход на конкретную модель. Все это можно посмотреть в журнале. Журнал точно есть в наличии. Вот такая вот прекрасная. Тоже комбинация и цветов, и пряжи, и фактур. И мы такое любим, и мы такое вяжем. И это очень-очень тоже вдохновляющая такая история. Здесь Регина Аура и Лейс. Ну, компания чудесная. Компания чудесная. Все вместе они смотрятся тоже очень благородно. Ну, цвет. Стоит ли говорить, что практически во всех коллекциях самых люксовых брендов сейчас такой кроваво-красно-кирпичный оттенок занимает лидирующую позицию везде. И в комбинации с молочными оттенками, и синим цветом. Так, мужская модель. Мужчина почему-то не очень мужественный, на мой взгляд, какой-то аксессуар на шее, но это такое мнение субъективное. На розовом фоне. Все соответствует тенденциям, да, текущим. Так, это кто? Вот Криолина. Да, Криолина. Криолина Лен, который полюбился. Мы его вязали и в зиму, и в лето, и с махером, и соло. И Криолина, пожалуй, будет первой пряжей, которую я хочу вам показать не на картинке, а вживую мы получили новые цвета, их целых пять. И это именно тот вариант, когда не хочется показывать один моток или одну пасму, но здесь моток, а хочется показать в объеме. Наконец-то таки, 94-й цвет, молочный лен в роскошном воплощении Криолина Атлана. Открываешь, и сердце замирает, хочется его немедленно вязать. Мне, конечно же, хочется вязать его крючком. Вот такой красавец, 94-й оттенок. По-моему, он в достаточном количестве пришел, но у нас сейчас полный ассортимент по Криолина, вся палитра. Поэтому Криолина можно смело выбирать на вещь. Это точно хватит. Так, о, это тоже еще один оттенок роскошно, смотрите. Просто смотри. Это новый цвет. Хочешь такой? Красавец, красавец, красавец. В смысле равнодушна к зеленому? Не равнодушна. А, на, держи, держи. По одной штуке в руки, по коробке. Вот девчонки мне говорят, что по одной штуке в руки оранжевые. У нас на сайте в настоящий момент загружены фотографии, которые дает производитель для всех новинок. Мы очень ждем возвращения высшего руководства для того, чтобы сделать фотографии профессиональные, как мы любим, оригинальные, которые делает наш любимый Николай Валерьевич. И цвет будет больше соответствовать реальности, потому что сейчас фотография на сайте очень-очень бледная. На самом деле оранжевый супер насыщенный. И он такой прям, я бы сказала, мультяшный даже. То есть не такой прям оранжевый. Он не природный, но не ассоциируется с каким-то, у меня с какими-то мультиками, с какими-то, знаешь, таким, как карандаш. Вот знаете, оранжевый карандаш, если он действительно оранжевый, то будет именно такой оттенок. Розовый, но это, конечно же, любовь. Конечно же, любовь. Фуксия, и они все вместе сочетаются великолепно. Можно получить какую-то суперяркую. Как вам такое? Можно сложить их прям все вместе. Я один, мне кажется, цвет забыла на складе. Есть еще новый оттенок, такой орехово-коричневый. Или не было? Нет, в списке у меня, наверное, было только пять. Значит, просто под сортировку пришла. Так, мне нужна смесовка на свитер, жемчужная резинка. И я уже отчаялась найти из носочной, готова вязать. Елена, а вы, пожалуйста, мне напишите больше чуть-чуть характеристик. Что, какой размер спиц? Опять двойка? Ну, если двойка, то на жемчужную резинку. Отчаялась Лена, хочет вязать уже носочку. Но носочку мы тебе вязать не дадим. Ценальная сейчас 850 рублей, если не ошибаюсь. Он тоже дороже стал, чем был. Вот такие красавцы креолина. Ну, и запоминаем, да, что есть 94-й теперь, наконец-то. Я его самым первым показала. Хочется... А? Да. Красавец. Так, я, наверное, пропустила какие-то вопросы, кроме того, что нам нужно найти смесовку на свитер жемчужной резинкой. Я поняла задачу, буду искать. Наверняка что-то есть. Сейчас просто в голову не приходит, потому что я отвлекаюсь на лен. Конечно же, ты не захочешь его вязать жемчужной резинкой. Не вижу вопросов. Если что-то пропустила, дублируйте, пожалуйста. Мне достаточно сильно рассеивается внимание сейчас между двумя мониторами, особенно в отсутствии Лены рядом со мной. Так, очень красивая модель FAM из креолина. Я сейчас найду из креолина еще модели, что с заказами уже три оформила. Они даже не обрабатываются, или что-то изменилось. Марина, у нас огромное, огромное, просто невероятное количество заказов. Они все обрабатывают в порядке очереди. Мы приносим извинения за задержки, если они происходят именно с вашими заказами. Неважно, с чьими-то другими тоже очень извиняемся. Но, к сожалению, большой объем. И вы знаете, что у нас очень большой ассортимент пряжи Родины Ярн сейчас находится в статусе распродажа. В том числе мы практически попрощались с пряжей Glace. И после демонстрации модели Яркий квадрат, конечно же, спрос увеличился. И это объем какой-то сумасшедший уезжает от этой пряжи. Поэтому давайте чуть-чуть наберемся терпения. Все отгрузим. Вся пряжа обязательно к вам приедет. Не вижу я, честно говоря, моделей из Криолина больше, кроме того, что показала. Сашуль, если ты мне подскажешь, какая именно модель, я ее найду, девушкам тоже покажу. Но не буду тоже на это тратить время, потому что с тем, как ведет себя Инстаграм, я думаю, что час сегодня с вами побуду. Так. Отвлекаюсь, извините, на вопросы. Следующая. Следующая позиция, которую я вам покажу, это будет Аура. И Аура, кстати говоря, даже на обложке тоже журнала, но с обратной стороны. Вот такая прекрасная майка с разрезами, с классическими косами. Очень фактурно выглядит. И Аура тоже мы с вами уже успели полюбить. Она с прошлого сезона, по-моему, в коллекции Уланг. У нас получили аж шесть новых цветов, в том числе зеленый. Кто-то сегодня спрашивал про него. Еще три цвета. И угадайте, какой мне нравится больше всех. Очень красиво. Здесь 81% хлопка и 19% полиамида. Полиамида это как раз этот ворс, который мы видим достаточно активный. Он чуть менее равномерным кажется, чем у аналогичной пряжи Лана Гросса Перфортуна. Но на самом деле тут просто чуть-чуть другое плетение нити. Ворс не так активно выходит наружу. Аура красотка. Цена тоже изменилась. Она тоже стала чуть дороже. Ну и сочетание можно выбрать на свое усмотрение. Такие красавцы. Так, можно цену фам. 1700 рублей, если я не ошибаюсь, стоит фам. Все обрабатывается. Вчера в 17 оформила. Сегодня уже собрали, счет прислали. Татьяна, вероятно, там у Марины, которая прокомментировала длительность сбора заказа, может быть, чего-то нет в наличии или что-то пошло не так. Так, мне бы номер вашего заказа, Марин, и мы попробуем разобраться, может быть, уже какая-то информация была вам на электронную почту отправлена, попала в папку спам. Посмотрите, пожалуйста, сообщение от нашего менеджера, может быть, уже все быстрее, чем казалось. Так, цену на фам я сказала. Как-то присоединяются, 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 я теряю вопросы. Лена уехала в отпуск, он, к сожалению, не очень долгий, но я надеюсь, что она успеет прийти в себя, набраться сил, надышаться морем и вернется очень скоро в Москву, но потом снова улетит. Так, покажу еще вам новые оттенки пряжи Лена. Везде, кстати, появился 35-й, 35-й оттенок появился и в Ауре, и в пряже Уладиц, это Прайд, и 35-й почему-то как-то ярче выглядит, чем в пряже, которая в основной коллекции. Или я вас в 25-м путаю. Так, Лена, модель из Лена покажу, и скажу вам, что этот лен абсолютно удивительный, очень-очень длинные волокна льна, тонкие, они сплетены в шнурок, который потом разглажен, и кажется, что это пряжа ленточная. Мне кажется, что нет аналогичного льна никакого, который с такой выработкой, смотрите, то есть это льняной, льняной такой шнурочек, льняная ленточка. В полотне получается очень ровным, тельняшки, всевозможные майки, в журнале с вами видели, что и косы держат. Пряжа роскошная, если вы еще не пробовали вязать лен, то лином, скорее всего, станет хорошим началом, потому что он не очень сухой, достаточно струящийся, полотно будет пластичное, не будет тянуться, форму держать с толком, наверное, тоже не будет, будет струиться. Но блеск глубокий, присущий льну, есть. И достаточно большой размер спиц, и ланг рекомендую 4,5-5, я бы тоже сказала, что 4,5-5 точно можно. Если вяжете плотно, можно и 5,5 взять, и ажуры, и косы, и простая гладь, можно комбинировать. Насколько мы успели эту пряжу протестировать, она не красится, и из нее очень здорово можно вязать тельняшки, всевозможные полоски. И совершенно необычно сочетать, есть и белый цвет, и 94-й, и 01-й, то есть и киперно-белый, и молочный. Тут уж для тельняшек точно можно найти себе варианты по цвету. Можете кофту крючком с вешалки слева от вас показать поближе. Вот эту, это кардиган, связанный крючком, у нас для него есть инструкция и набор пряжи. И я покажу его, да, чуть попозже, если можно, давайте по журналам пройдемся, чтобы уже закрыть необходимые пункты для демонстрации. Вязала маечку из льна, отличная пряжа. Наталья, я очень рада, потому что Леон полюбила несколько лет назад, сами знаете, те, кто следит за эфирами, Леон стал моим любимцем после того, как я связала с той погнали, а это уже было аж три года назад. Так, давайте с пряжей соединиться. Вот такой прекрасный буклет пункта 51, посвященный пряже Tropical. Tropical это еще одна новинка, которая в этом сезоне попала в ассортимент Blanc. Это такая принтованная хлопковая нить. Я сейчас покажу поближе, цветов шесть, они все достаточно яркие, такой активный меланж получается. Но при этом есть оттенки плюс-минус монохромия. Наверное, вот эти три самые монохромные будут, хотя тоже так ярко, очень сочно, очень по-летнему, куда-то отсылает к морям. 50% хлопка, 50% полиакрила. У него, по-моему, достаточно демократичная цена. Я сейчас посмотрю, около 500 рублей, может быть, чуть меньше, скажу вам точно. И сейчас полистаем пункта 51, посвященную как раз пряже Tropical. Обратили внимание, что Ланг очень полюбил вот эту модель, она почти во всем журналах. Такая красивая. Так, смотрим. Ну, здесь, кстати говоря, очень хорошо видно, каким образом укладывается нить, какой получается принт в полотне. Это уже очень приятно, сразу можно понимать, чего ожидать. Честно сказать, что даже при ближайшем рассмотрении какой-то даже эффект немножко принта проглядывается. Ну, модель достаточно базовая. Так, опять. Горизонтальная. Ничего сложного на самом деле в таком дизайне нет. Здесь нужно быть внимательным, чтобы полотно не растянулось и не получилась у вас просадка. Нужны швы для такого дизайна. Я считаю, интересная такая туника удлиненная с карманом. Кенгуру, так он как худи, обычно такими карманами обладает. Широкая линия реглана, резинки. На мой взгляд, не для этой пряжи модель, но достаточно интересно. Вот классная история. Вот это точно вещь, которая будет носиться. И точно совершенно рабочая такая кофта. Это кардиган, маленькие пуговки, яркий цвет. Лето, белая футболка, белые брюки. Вечером и с сарафаном, с брюками. Мне кажется, что даже в офисе можно позволить себе летом такую надеть. Это такого рода пончо или накидка. Такой рисунок знакомый. Знакомый. Майка. Я стараюсь вам показать таким образом, чтобы было видно, как каждый оттенок пряжи ложится. Здесь уже вам выбирать, вязать какую-то базу, вязать ажуры или, может быть, комбинировать ее. И вязать крючком, может быть, даже вполне. Вот базовый джемпер. Длинный рукав. Тоже вещь очень ноская. Все как мы любим, ничего сложного. Как я люблю. Не знаю, как вы. Как я люблю. Мне кажется, такая вещь должна быть в гардеробе летом. Она обычно незаменима. Это пункта 51, посвященный пряже Тропикал. И вот он, прекрасный Тропикал. Хлопок и полиакрил. Стирать будем, я думаю, в стиральной машине с Тенетексом. Как вам такой вариант? Так. Цена у матка 605 рублей. Да, он прилично подорожал. А журнал стоит 895. Тропикал. Еще раз покажу вам оттенки. Яркий и не очень. Хотя... Вот они, красавцы. Так. Следующий журнал, который хотела показать, тоже посвящен новинке сезона. Это такая пряжа, которую ждали. Пряжа Селеста. Сейчас я избавлю ее от соседок, потому что тут подмешались еще подружки. Она у нас вчера была в публикации. Если смотрели, именно вот этот вот оттенок. Такой голубой, розовый. Тут немножечко серебряного люрекса. Но голубой, розовый, белый. Основная палитра этого матка. Здесь 80% хлопка, 20% полиэстера. 200 метров в 50 граммах. Цена у нее 570 рублей. И вместе с этой пряжей, в поддержку этой пряжи мы получили прекрасные пункты 52, в котором, собственно, собраны модели, которые Ланг предлагает вязать из этой тонкой новинки. Необычно 200 метров для пряжи такой с утажной оплеткой. Сейчас на каком-нибудь более контрастном цвете попробую вам показать, чтобы было видно. То есть это тонкий хлопок, оплетенный полиамидом где-то чуть более плотно, где-то посвободнее. И за счет этого меняется толщина нити в течение всего матка и интенсивность цвета. То есть оттенок полиамида либо становится более насыщенным, либо менее, в зависимости от того, насколько плотно оплетается хлопковая нить. Люрекс деликатный. Не могу сказать, что это прям что-то суперсияющее будет. Он будет мерцать, конечно же, но прям так деликатно. Если хотите начать работать с люрексом, эта новинка точно будет хорошим стартом, потому что можно комбинировать и использовать Селест не как основную нить, а именно как компаньонок какой-то другой пряжи, который хочется добавить, может быть, чуть-чуть блеска. Мне понравилась комбинация его с ханами-шелком. Отдать тебе? Я сейчас прям одну секундочку покажу. Пункты 52 и какую-нибудь одну вещь, чтобы было понятно, каким же будет полотно. Ну, вот такого базового рукавом. Двупреплечье. Мне хочется комбинировать. Вот, это прекрасная такая штука. С хвостами, с кистями. Да, на платье, представляешь, на летний сарафон. Мне нравится очень. Такие вот, ажур. Так, все, отдаем. Пункт 52. По цене, скорее всего, он совпадает с пункта 51, который мы до этого особенно смотрели. Ну и Селест. Давайте проверим, были ли вопросы. Вопросов нет, вы сегодня такие тихие. Типа, мне нужна, мне нужна обратная связь. Я не могу вот так в одного сидеть и говорить, 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 говорить. Какие-то вопросы от вас, конечно же, нужны. Так, Селест, еще один моточек. Не знаю, кому сегодня лучше видно, инстаграм или вконтакте. Это 94-й цвет. Как мы знаем, уже на примере льна убедились, что 94-й – это именно молочные оттенки, которые Ланг в своей коллекции предлагает. Но Мерцает очень красиво. Ален, я готова пряжу тоже отдать. Пожалуйста. Так, давайте посмотрим Вуладикс. Как вы знаете, Вуладикс – это такая коллекция пряжи внутри основной коллекции Ланг. Пряжа, которая изначально была разработана для того, чтобы привлечь молодежь и подростков к вязанию. Привлечь их, рассказать им о таком прекрасном способе создания одежды, аксессуаров. Вообще, в принципе, привлечь к вязанию. И концепция была такова. Основная палитра из базовых оттенков – это бежевые и серо-черные. То есть, начиная от светло-бежевого, от молочного, по-моему, до коричневого, и от светло-серого до черного. То есть, несколько вариантов в палитре. И дальше каждый год коллекция наполняется яркими ультрамодными цветами. То есть, базовая история остается неизменной. А яркие цвета в конкретной пряже меняются из года в год, ну, соответственно, от сезона к сезону и не повторяются. Именно таким был посыл. Насколько я помню, презентация была как раз в Кёльне, по-моему, в 2020 году, если не ошибаюсь. И желтый цвет как раз тогда присутствовал, если помните, была такая пряжа Fire. Был достаточно ярко-желтый цвет, но он был чуть менее неоновый, чем палитра предлагает сейчас. И вот журнал, это номер 10, Уладикц, с очень сочной желтой такой обложкой, жизнерадостной, жизнеутверждающей. И описание к этому журналу тоже мы сегодня с Сашей обсудили, что очень такое напутствующее и поддерживающее вязальщица. И вообще всех, кто каким-то образом связан с вязанием, связан с вязанием звучит чудесно, посыл такой, что вы имеете право ошибаться, вы имеете право делать что-то такое, что от вас не ожидают. И никогда не забывайте о том, что вы и есть, собственно, солнце, и Ланг призывает вас сиять, не терять веру в будущее, не терять веру в происходящее и, в общем-то, наслаждаться процессом, вне зависимости от того, какой вы получите результат. Полистаем, здесь все очень ярко, очень сочно, но из новинок по Уладикц сейчас я смогу вам показать только новые цвета Прайд. Вот он роскошный желтый, очень сочный, но Прайд полюбившаяся новинка, идеально сочетающаяся с Линелло, насколько помните. Пряжа тоже очень была востребована в прошлом году, и новые цвета, конечно же, коллекцию дополнили. Такой кардиган желтый. Мне кажется, что его очень круто связать из кашемира, взять вот это описание и связать в кардиган такой кашемировый. Не летний, а именно такой демисезонный, может быть, как верхнюю одежду в весенне-летний период или там раннюю осенью, и такой согревающий, теплый зимой. Может быть, даже пусть это будет желтый кашемир, тоже очень круто. Есть аксессуары, в данном случае сумка. По-моему, в других журналах таких аксессуаров, как сумки, нет, но, по крайней мере, я не встретила. Красивые фотографии очень. Мозаика, летние города. Скорее всего, есть какая-то легенда по поводу мест, где сняты фотографии. Я каюсь, этот вопрос не изучила. Так, изи-пизи, чудесная. Лемонсквизи, обожаю. Изи-пизи, лемонсквизи. Это парад моделей в желтом цвете, который предлагает Уладик. Сейчас посмотрим следующий цвет. Он будет зеленый, конечно же. Из зеленого цвета у Pride тоже есть. Еще один более насыщенный зеленый оттенок. На самом деле, я еще вот Карли взяла, показать вам, каков красавец. Так, Карли. Изи-пизи, лемонсквизи. Сейчас, на немом, красавцы. Вот он. Такой овер. Вроде бы и кажется теплым, но на самом деле, может быть, связан даже изо льна, потому что большой достаточно, может быть, размер спиц. Дырявенький, но и даже слегка. Здесь тоже чередование лица-изнанки. Простые, достаточно дырочки. Я думаю, что классно на лето. Такой с длинным рукавом. Вообще, мне нравится эта история, когда длинный рукав, джемпер связанный с хлопка. Простите. Так, у меня потерялся инстаграм. Сейчас вернется. Сейчас, сейчас, сейчас. Потерялся инстаграм. Так, чуть-чуть ждем. Ну что, сейчас. Возвращайся инстаграм. А напишите, пожалуйста, вернулось изображение в инстаграм или нет. Не работает сегодня у меня. Ни VPN не хочет. Ничего не хочет работать. Давайте еще раз. Инстаграм, пожалуйста, напишите мне, видно и слышно. Вернулось ли изображение, вернулся ли звук. Видимо, нет. Или вернулся. Ну, хотя бы какой-нибудь помашите или что-нибудь. Потому что я не понимаю, вернулось, вернулся инстаграм или нет. Вконтакте все точно видно. Но давайте продолжим. Вот такой аксессуар необычный, как раз крючком связанный. Это была дельца в зеленом цвете. И здесь тоже может быть использован лен. Кстати, креолина может быть. Но я, честно говоря, не знаю предназначение вот такого крошечного аксессуара из лена. Это может быть, знаете, если у вас есть ребенок, он начинает только первые свои шаги в вязании. Или вы делаете первые шаги в вязании крючком. Можно связать себе вот такую вот крошку-косынку, чтобы использовать ее как аксессуар на шее. Но это скорее будет такой аксессуар больше как украшение, нежели как одежда. Это квадрат любимейший. Я сразу вижу креолину. Сразу вижу креолину и все цвета, которые сегодня вам показала. И белый, и оранжевый, и вот этот кобальт синий. Все-все-все. Это у нас была история с зеленью. А как называется, как они ее назвали? То есть если лимон у нас был изи-пизи-лемон-сквизи, то здесь тоже должна быть какая-то история. Карпедейм. Все понятно. Дальше идут принты. И Ланг предлагает вязать летние носки. Смотрите, какие сочные, яркие варианты летних носочков. Ну, привычные уже кроксы всем, мне кажется, есть на каждой даче в большом количестве, во всех размерах. И приезжая на дачу к друзьям, совершенно точно можно знать, что найдешь кроксы нужного размера. У меня есть кроксы. У вас есть кроксы? Желтые, кстати. Прозрачных нет. Ну, прикольная идея. Не вижу ей применения в городе летом. Вот за ножками. Остро модно, очень модно. Но я себя в таком не могу представить. Хотя, может быть и зря. С биркинстуками тоже может быть классно. И уходим в сторону синего цвета. Синий мы тоже с вами видели. И Прайд. Вот в таком красавце. 35-й оттенок. Новый. Очень яркий. Такую вот историю показывает у Лады. Что-нибудь еще. Комбинацию можно сделать из двух оттенков синего. Вот такого плана. Это 10-й, наверное, да? Нет, 35-й и... 35-й и 6-й. О, какая прикольная штука, смотрите. Лиска. Из-за лазочки. Чуть менее... Чуть менее объемный хочется видеть такую вещь. Какой-то из более изящной пряжи. Ну, вот это 100% всем понравится. Просто понятно. Короткие львка в пуговке. И вяжется достаточно просто. Платье. Платье классное. Очень классное платье. Ничего особенного. Комбинация лицевых петель и платочной вязки. Такая сборка, переходящая в лямки. Красиво. Платье чудесное. Его можно из нормы связать. Будет классно. Ну, не знаю, кого еще вам показать. Есть парад моделей, есть шапки, есть косынки, есть носки, футболки и кардиганы. Вуладиктс очень атмосферный. Очень поднимающий настроение за счет ярких цветов, улыбчивых моделей, прекрасных фонов. Вообще чудесная съемка для журнала. В коллекцию точно нужен просто для поднятия настроения. Пишут, что на севере босоножки только так и носят. Ну, у нас тоже бывает такая погода, когда хочется носочки потеплее, но при этом остаться в босоножках. Я очень субъективно свое мнение высказываю в контексте такой комбинации. Просто не вижу на себе. Хотя, чем, собственно... Здравствуйте. Чем, собственно, кто-то и не шутит. Может быть, придет мне и такая история тоже в этом году. Но я не вяжу носки, поэтому, скорее всего, нет. Если Юля согласится связать мне носки из летней какой-то носочной пряжи, то, вероятнее всего, увидите меня и в таком наряде. Ну что, покажу вам все цвета новый Прайд. Два синих мы уже с вами видели. Зеленый, один из зеленых, я забыла, к сожалению, не принесла на витрину. Я исправлюсь обязательно. Он уже есть на сайте, можно посмотреть. Два желтых оттенка и серый тоже красавцы. В сторис, может быть, их увидели. Отлично сочетается с пряжей Линелла. Линелла, помните? Тот же состав, тот же метраж, но принтованная нить. И мы в прошлом году очень красиво собирали комбинации по этой пряже. Так, по лангу, пожалуй, осталась только одна новинка. Это тоже хлопок. Все новые цвета и по ауре Полина мы уже увидели с вами. Чудесные, красивые. Пряжа Куатра Ламе. Это хлопок с люрексом. И чем необычна вот эта вот коллекция? Потому что люрекс чем? Тем что. Тем что люрекс везде цветной. И он такой какой-то голубо-зеленый, я бы сказала. Такой лединкий. Здесь в составе хлопок и по традиции полиамид должен быть. А, полиэстер. Здесь полиэстеровый люрекс 96,4. 50 грамм, 120 метров. То есть такой достаточно понятный метраж. 120 метров и крючок, и спицы. Мне видится, это пряжа для детских вещей. Это могут быть какие-то и плечевые, может быть панамка, может быть плед или какое-то одеяло детское, летнее. У нас востребована, по-моему, такая история, когда прекрасные детские пледы вяжутся и спицами, и крючком. И здесь можно и для девочки, и для мальчика классную сделать комбинацию. Такой какой-то зеленый-белый, морковка со сметаной. Красивый. Не понимаю пока, что хочется из этой пряжи. Хочется ее попробовать, потому что очень классного качества хлопок. Он очень гладкий, люрекс там совершенно не назойливый. Мерцает так, очень деликатно, но при этом цветной. И даже вот на оттенке охры он такой очевидный, очевидный, но деликатный. Вот такой красавец. Сейчас я вам скажу цену. Скажу цену и покажу еще пару журналов и пару новинок. Смотрим квадро. А, и по лантерн-мунам, кстати, у нас приехала подсортировка. Появились прямые спицы, некоторые размеры, которые закончились. Чехлы появились. И съемные должны были приехать 3,75. Совсем немножко съемных 3,75. Да, ну, если что-то осталось к моменту эфира, то можно успеть. 490 рублей стоит квадро. И журналы дальше посмотрим. Очень быстро пролистаем, потому что я хочу еще успеть вам показать, показать вам по пряже кое-что. Пунта 50 посвящена пряже Paradise. Моя любимая модель Blank на обложке. Кудрявая, красивая. На обратной стороне тоже она же в косынке. У нас, по-моему, эта пряжа в коллекции не появится, но ее смело можно заменить чем-то другим. И мы вам точно совершенно альтернативу предложим. Журнал классный, тоже для вдохновения отличный. Вот такие переходы цвета, когда не скучно. И каждый раз появляется какая-то новая полоса. Юля, маленькие чехольчики пришли? Да. Да, пришли. Овец нету, да? Что ты говоришь? По три штуки. Ну, там это все, что было. По три штуки каждого цвета пришло. Сета Suri Big 518. Покажите, пожалуйста, не нашла. Если он есть в наличии, сейчас попробую найти. Так. Палантин. У всех журналов есть перевод на русский язык. Это привычный всеми любимый вкладыш, который дополняет журнал. Вот, например, у Владикс. Он будет у вас укомплектован следующим образом. Сам журнал фотографии и описания на английском и немецком. И описание на русском языке в отдельной бракшюре. Таким образом. Все журналы так укомплектованы. Здесь нет QR-кодов и описаний по QR-кодам. А именно такая классическая история, чему, честно говоря, я очень рада. Юль, а голубые маленькие мешочки тоже пришли? Что за маленькие? Вот, которые для маркеров, наверное, были. Для маркеров голубые? Да. Сейчас Юлечку посмотрит голубые маленькие мешочки. Ну что, посмотрим еще из пункта модели, из 50-го. Сейчас, сейчас, сейчас. Что-то здесь было такое, что тоже мне очень понравилось. Покажу вам. Вот. Мне очень нравится, как вывес оформлено. Я танюю только серый и бордовый. Маленькие мешочки серый и бордовый. А вот уже нам Сашуля помогает в ВКонтакте пишет, что мешочки серый и бордовый. Она сегодня мне ассистирует. Спасибо. Так, и детский журнал, это пункт 53. Хорошие мальчишки на обложке. Мальчишки, самокат, звери. Видела? Такие хорошие. Не смотрела. Жираф. Здесь немного моделей, но они все, скажем так, рабочие. Смотрите, тут прикольная молния, принтованная такая, цветная. Я таких не видела в ближайших. Так, коски. Малышечные. Да. Тут еще один вот под... Ну, вот, ну, вот бордмоделей. Моделей мало, но детских журналов не такой большой ассортимент. Конечно, как взрослых. И если вы ищете какие-то новые модели, именно детские, то обратите внимание, пункт 53, он сейчас в наличии. Тоже с переводом на русский язык, с отдельным вкладышем. Можно его приобрести. Тропикал мы с вами посмотрели. Итак, по журналам, получается, у нас 5... 4 брошюры пункта. 3 брошюры пункта. Так. Уладик. И большой флам. Очень хорошая коллекция журналов. Есть из чего выбрать. Так. Я вижу, Лена присоединилась. Как вы там? Мы соскучились. Возвращайтесь домой. Возвращайтесь домой. У нас много работы. Для маркеров мешочки. Да, ответили по мешочкам. Смешали бы вы Селесту и Теру. Татьяна, вот буквально перед эфиром с клиенткой искали компаньона для Селест. И я все-таки убедилась и утвердилась в своем мнении, что идеальным компаньоном для нее будет шелк Ханаби. Можно я тебя попрошу дать Ханаби родину? И даже сейчас я покажу вам модель. Здесь нет, не та модель. Простите. Сейчас найду вам. Вот. Инстаграм сейчас видит простой достаточно джемпер известного бренда. Он связан с пайетками, но в качестве альтернативы можно выбрать и люрекс. Спасибо, Юлия. Там на картинке, которую вы сейчас видите, пряжа Хикари. Это родина Ярн. И пряжа Ханаби Силк. Вот в такой комбинации. Это такой полынно-зеленый Хикари с золотым люрексом. И зеленоватый оттенок шелка с хлопком. Если их вместе соединить, будет очень красивое полотно. Очень нарцающее. Конечно, Хикари на первый взгляд покалывает люрексом. Но в сочетании с шелком и хлопком будет полотно суперкомфортное. И мне кажется, что это такой мастхев некоторого рода на вот этот весенний-летний сезон. Потому что и палитра просто великолепная. Они отлично сочетаются между собой. И шелк с хлопком, и Хикари розовый. Такой. Немножечко моточки развалились. Но я беру неаккуратно. Вот, красавцы. Молочный, конечно, есть. Здесь во всех оттенках Хикари присутствует золотой люрекс. И в более светлых оттенках, конечно, он менее выражен. В тех, что понасыщеннее выражен, поактивнее. На сайте журналы, да, они прямо на самой первой странице. Вы можете зайти и посмотреть. Картинку убрала. Я вам сейчас еще раз покажу обязательно. Отложите, Юли, маленький чехольчик. Синий, пожалуйста, и ФАМ. Буду минут через 20. Сейчас, я сейчас попрошу. Ёлечка, а ты можешь отложить, пожалуйста, ФАМ? И синий мешочек к нам приедет Юлия через 20 минут собрать. Мешочек. Маленький мешочек. Маленький мешочек и ФАМ. Отложил. Отложил. Показываю еще раз для Инстаграма. Это Хикари Ханами Силк. Картинку убрала. Вот они, красавцы. Картинка просто для вдохновения вам. Модель, которую можно связать из предложенной пряжи. Зеленый, классный. Вернемся к Селест. Она может быть тоже прекрасным компаньоном для вязания с шелком Ханами. В Ханами Родина Ярм 57% шелка Малбери, 43% хлопка, 50 грамм 195 метров. Стоит он 950 рублей. И он совершенно невероятный на ощупь. Это такая изящная коллекция, отсылающая куда-то в сторону Японии. У нас Хикари, Ханами. Такие нити достаточно деликатные. Ну и по цвету, смотрите, как 94-й Селест с Ханами Силк. Опять же повторюсь, что Селест может быть первым вашим шагом в сторону люрекса, если вы вдруг его по какой-то причине не вяжете, или боитесь, или волнуетесь, что будет слишком ярко, потому что он очень-очень, да, конечно, деликатный блеск имеет в полотне тоже. Но опять же, с точки зрения комбинирования, пряжа классная, потому что и под мохерчик, как мы любим, тоже будет бомба. Если взять мохер какой-то такой разбеляющий, размывающий, что ли, цвет, будет очень нежный оттенок в результате, представляете, с белым махером, с Лейс, или, например, с Кашемир Дримс, вот этот цвет. Каким-нибудь ажуром, кардиган длинный такой а-ля халат. Роскошь. Так, картинку убрала. Лучше полосками или сложить. Вы про ханами с хикари или про селест? Я бы сказала, что вязать в две нити. Вязать в две нити, но хотя полосками тоже может быть очень интересно, тем более, что вы можете разные цвета комбинировать, если будете вязать полосками. То есть, грубо говоря, взять помадку ханами молочного цвета и вот такого холодно-полынного, какого-то выбеленно-полынного, и один вариант хикари полынный с золотом, и вязать полосками, чередуя, может быть, гладь и ажур. То же самое касается селест. Но здесь метраж таким прекрасным образом совпадает с ханами, что тоже вязать в две будет классно, потому что 195 метров и 200. То есть, буквально какой-то минимум селест останется, да, или придется, может быть, дополнительный моток купить ханами, если вы хотите прям ноль в ноль и завязать все мотки до конца. Но по количеству я так думаю, что 4 мотка селест и 4 мотка ханами силк, ну, на размер 42-44 получится такая, ну, вполне себе уверенная футболка. Сейчас еще один покажу ханами. Такой ягодный такой оттенок, брусничный с золотом. Его, кстати, можно комбинировать с новинкой, которую хочу вам показать. Следующий это уже будет не ланг, это будет наш любимый... Так его нельзя называть, да? Ланг Роса. О, еще один оттенок, кстати, у нас убежал из... Внимание, с ним как раз вот. Они такие подружки могут быть. Мне хикари очень хочется связать. И хикари, и ханами руки не доходят. Был вопрос, я его... Он уже куда-то ускакал, конечно, что... Какой план, что вязать себе на лето. Я точно хочу вязать что-нибудь крючком. Непонятно пока, что это будет. И когда я смогу вязать. Но план такой есть. Пока что, если честно, я вяжу себе манишку. И манишку я вяжу себе из ланг-як. И ланг-як приехал к нам в очередной раз в самом невероятном объеме. Если вдруг заблуждали какой-то цвет, и его по какой-то причине не находили. Все цвета ланг-як сейчас в наличии в большом количестве. Поэтому можно делать запас. А это та пряжа, из которой запас делать нужно. И так, вот такая история. Четыре цвета. Гометолог Оль Лина. Такие бревнышки. Состав я, честно говоря, не прочитала. 72 хлопок, 28 вискоза. 100 грамм, 260 метров. Рекомендованные спицы 4-4,5. Классные цвета. Она, по-моему, поддержит море. Прекрасный такой друг и товарищ. Чуть более объемный. Естественно, с другим составом. Но цвета даже некоторым образом перекликаются. Хотя в море своя концепция тоже. И пряжа Диверса. Тоже новенькая. И она тоже классно сочетается с Селест. Бум. Вот так, например. Можно смело вязать в две нити. В Диверса 74 хлопка, 26 вискоза. И здесь видно, что вот эта вискозная... Какой-то ворсецок вискозный. Он отличается по цвету от основной нити. Выглядит необычно. Но Селест классно комбинируется. Такой вариант мы сегодня, кстати, тоже рассматривали. И его, опять же, вязать, мне кажется, в две. Не чередовать полосками, а вязать просто в две. Причем вязать, скорее всего, вещь с длинным боковым. Потому что будет толстовато, если это футболка. Так, мешочек отложили. Полосками сложить Селесты. Какие лучше спицы? Елена, если вы будете вязать Селест и Ханами Силк, начните с четверки. Если какой-то сложный, серьезный ажур, может быть и побольше. Может быть и четыре с половиной. Но мне почему-то кажется, что на четверке будет очень комфортно. Выбирайте спицы неострые. И, наверное, не металлические. Я бы сказала, дерево будет здесь хорошо. И лантерн муны идеально подойдут. А если уж вы будете вязать что-то не по кругу, то прямые лантерн муны четверка будет просто идеально. Вроде бы есть они в наличии еще. Так, покажу палитру по диверсу. Цвета классные. Все комбинируются. Я думаю, что она не красится. Не пробовала еще. Не буду утверждать. Но, скорее всего, полоски и, может быть, какие-то жаккарды туда в сторону лета тоже допустимы. Но, судя по составу, скорее всего, она хорошо себя будет вести. Вот такая красота. Она тоже уже есть на сайте. Цену сейчас я вам скажу. Метраж мы вроде посмотрели. 210 метров. Такая длинненькая. Ну, то есть, тоже хорошая подружка для Селест. Если вязать две нити, вы там с метражом точно не запутаетесь. Диверсу смотрю. Криолина с шелком сочетается. Криолина с шелком. Но они где-то у вас в параллельных будут жить реальностях. Криолина, наверное, все-таки лучше соло. Мне так кажется. Если вам хочется вязать лен, но какой-то более объемный вариант, то есть, увеличить размер спиц, обратите внимание на лина. Лина я сегодня уже показывала. Новые цвета. Можно вязать на спицах 4,5-5. И это тоже стопроцентный лен. И палитра очень богатая. Если, опять же, хочется вязать лен не такой тонкий, как Кориолина, лен Катя Лина 100, чуть более объемный, или пряжа Линелла, тоже от Катя, она может вам стать хорошим помощником. Лина 100, 150 метров в 50 граммах. Вот так он выглядит. Тоже роскошный лен. Не знаю, сколько лет он уже в ассортименте. Миллион. У нас вся палитра сейчас в наличии. Его тоже можно смело на лето выбирать. Он классный, прям превосходный. Так, Диверсо. Диверсо стоит 525 рублей. Вот такая, 210 метров. Знаете, куда она смотрит? Диверсо смотрит, даже не смотрит она, она как бы говорит, я хочу быть Экапуна или Аллора, но чтобы меня и летом, собственно, любили. Поэтому хлопок в основе, а вискоза повторяет вот этот вот ворс мериносовый, который, ну это моя, моя ассоциация, моя такая додумка. Но она хорошо, Диверсо хорошо дополнит эту коллекцию. Пряжка, где в основе хлопок, а сверху ворс мериносовый или альпаки. Помогите подобрать пряжу на летнюю тонкую тельняшку в классических полосках синих-белых. Лина 100, пожалуйста. Вот классическая тельняшка. Лина 100. Здесь даже подбирать, в общем-то, ничего не нужно. 16-й оттенок и первый оттенок лина. У Лина 100 есть еще третий оттенок. Третий вариант цвета. Это первый самый белый. Есть чуть более молочный. Это будет оттенок номер 3. Я считаю, что на этом подбор на летнюю тельняшку завершен. Ну, опять же, вы можете использовать какие-то варианты пряжи нестандартные, что-нибудь вроде Карли. У Карли тоже есть синий цвет. А сейчас нет у меня, к сожалению, под рукой. Ну, вот такая тельняшка тоже может быть. Ну, если мы заменим, да, фуксию на синий. Потом Аура, кстати говоря, может тоже быть тельняшкой вполне. И если мы представим, что это белый, которого у меня, к сожалению, нет под рукой, Прайд тоже может быть тельняшкой. Классической. По поводу того, чтобы не линяли полосы. Лина не линяет. Лина хорошо себя ведет, но, опять же, это не стирка 90 градусов в машине, а деликатный уход с правильным средством. Это важный момент. Пряжа Лина Ланг Ярнс. Вот этот оттенок 35-й. У них есть еще 94-й, есть 01-й. 01-й будет кипенно-белый, а 94-й молочный. Его тоже можно сочетать. И Лина не линяет. Лина очень хорошо себя ведет. Опять же, при правильном уходе. Стирка – это наше все. Так. Ну что, про креолину с шелком я вроде ответила. Наверное, пришло нам с вами время эфир завершать. Давайте, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, что вам сегодня не очень скучно было со мной одной. Я очень-очень-очень соскучилась по Лине. Надеюсь, что ей там хорошо, вкусно, добро, весело, счастливо и все прекрасно. И мы очень-очень-очень ждем ее обратно. Домой, в бой. Так. Что-то у меня еще была какая-то новость для вас. Но я все забыла. Вы такие красивые там сидите, смотрите. Я все забыла. вам еще раз покажу. Вот он, 276-й. Мне все равно хочется сказать, 267-й. 267-й уже пройденный этап. Красавец. 1700 рублей. Он в наличии. По-моему, журналов пришло достаточно много. Но, по крайней мере, когда вчера мы принимали поставку на большом складе, было ощущение, что пряжа нас прям завалила. Нет ли у нас журнала Ломана? Честно сказать, стол на складе, один из, завален образцами пряжи Ломана. И пока что нет никакого решения, будет она или не будет. Есть сомнения. По крайней мере, это решение не принято. И сказать, будет или нет, я не могу. Журнала нет, потому что нет пряжи. Поэтому такая вот история. Спасибо большое, что вы любите мой юмор. К счастью, у вас все больше и больше, кто начал его понимать, потому что шутки, конечно, бывают дурацкие. Так, покажите, пожалуйста, цвет ауры, тот, что на обложке. Татьяна, я боюсь, что сейчас вряд ли смогу вам его показать, потому что у меня здесь собраны только те цвета, которые пришли в качестве новинок, исключение 94-я аура. Я могу вам точно сказать номер. Если он сейчас есть, на витрине сейчас девчонок попрошу, чтобы они мне поассистировали немножко. Это 17-й цвет, который на обложке. Юль, а есть у нас аура на витрине? Нужен 17-й цвет. Это вот такой вот бульотум. Есть? Сейчас Юлечка покажет. Слушайте, а как красиво корты видно, да? Как хорошо держит форму, какая фактура классная. Вот он. Спасибо тебе большое. На самом деле фотография впечатляет. Впечатляет именно форму устойчивостью пряжи. Я ауру не вязала еще. Хочу с длинным рукавом. Вообще все хочу. Все хочу вязать. Все хочу вязать, все хочу носить. А еще аура на обложке вот это вот розовое. Это тоже аура. Это новый цвет. Вот этот вот. Это 85-й. Это основная, это первая обложка. Ну, может быть, про нее спросили. Вот она. Тоже круто. Тоже очень круто. Очень хорошо видно, очень хорошо видно рисунок. Я сейчас открою в журнале эту модель, чтобы не так сильно приковал глянец обложки. Где-то там она. А, нет, нет, нет. Не может быть, чтобы не было модели, которая на обложке. Правда же, правда? Ну, не может. Сейчас найду. Ну, это новый цвет, 85-й. Его ввели в палитру в этом году, в прошлом году его еще не было. Не могу найти. Миш, Макро. Где-то пролистываю. Не пишу. Странно. Должна быть эта пара. Двойка. Видео двойка. Ну, да ладно. Вот он, 85-й. Я повторюсь, у нас сейчас на сайте фотографии всех позиций, которые пришли как новинки, они с фотографиями от производителя. Вот Женя говорит, что как норма, только с ворсом. Ну, может быть, у нормы все-таки чуть другое плетение и состав, конечно, тоже. Ворс классный. Хочется. Хочется, хочется повязать с ворсом. Ну что, я не вижу вопросов никаких животрепещущих и требующих немедленного ответа. Так, вот, есть один. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность задать вопрос по описанию из набора. Анна, конечно, самый лучший способ задать вопрос по описанию из набора, написать на электронную почту «Трискелли собака Трискелли» с пометкой «Вопрос по описанию». Наша прекрасная Александра ответит вам наилучшим образом, потому что у нее, как правило, готовы ответы на основную массу вопросов. Где-то есть фотоответ, где-то есть видеоответ, либо уже сформированный текстовый какой-то комментарий, потому что вопросы обычно повторяются, а если у вас какой-то вопрос необычный, то я думаю, что Саше будет даже интересно найти ответы разрешения вашей ситуации. Поэтому, пожалуйста, пишите, если вам неудобно написать на электронную почту, напишите в WhatsApp-магазин или в Директ, в Instagram. Я Александре обязательно информацию передам, она пришлет ответ, и я вам его направлю. Так, книга «Воротники великолепна» связала первый воротничок. Действительно, книга роскошная, у меня, к сожалению, нет ее под рукой. Лена перед отъездом подписала еще какое-то количество для тех, кто в комментариях указал, что хочет книгу с автографом. Я думаю, что они разлетаются достаточно быстро, и очень приятно, что вы вяжете эти воротнички, потому что это такой аксессуар необычный, в какой-то мере очень модный, но не все его воспринимают всерьез. Так, можно изолинать тельняшку, там синий и белый был. Покажите, пожалуйста, еще раз. Из льна какого? Лина 100, тоже моточки такие разлохмаченные, это цвет 16 и цвет номер 1. Катя Лина 100. Они точно есть в наличии. А еще, кстати, можно связать очень яркую тельняшку из креолина. Сейчас покажу такую тельняшку. Там был номерок. Вот. Вот так. Это прям такая тельняшка. В креолина, кстати, нет синего оттенка, я сегодня искала. Вариант не нашла. Темно-синего нет. В креолине вся палитра в наличии в большом достаточном количестве, так что выбирайте, успевайте, потому что эта пряжа долго на полках не задерживается. Абсолютно удивительный лен. Вам спасибо большое. Добрый вечер. Мне пришла книга с браком. Видимо, СДЭК плохо сработал. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, фотографию какого рода брак, но у нас при отправке все книги пакуются в любимую пупырчатую пленку и может быть действительно СДЭК, может быть как-то можно попробовать претензию предъявить. Тельняшку с зеленым, если вы имеете ввиду креолина, то зеленым будет тоже бомба. Я сейчас покажу. Во-первых, зеленый креолин с сумасшедшейся в простой невероятной цвет. Это, мне кажется, мы до сих пор пожинаем плоды зеленой историей в Атеке Гринита, когда зеленый цвет сводит с ума подиум и людей до сих пор остается таким достаточно модным. Но вообще цвета яркие, которые пришли в креолин мне напоминают детские карандаши цветные. яркий оранжевый, яркий зеленый и идеальный фон молочный 94-й. Не брак, а повреждения. Если повреждения, то вероятнее всего действительно СДЭК, давайте попробуем в этой ситуации разобраться. но как нам с вами всем известно, что СДЭК и Почта России с клиента ориентированностью так себе и уж по поводу повреждений или каких-то поврежденных упаковок и внутренности посылок сложная история. Можем попробовать. Пришлите информацию, номер заказа. Я уточню, что можем сделать. Очень обидно, конечно, но таковы и никаковы больше. Прощаться пора. 7 часов 75 минут мы с вами в эфире. Я очень прошу прощения за свое опоздание. Не работает, не хочет работать у меня Лепен. Хотя сегодня много устройств принесла, чтобы быть с вами в эфире и в ВКонтакте и в Инстаграме. Кардиган показываю точно. Так, кардиган. Кардиган. Кардиган связала Юлечка крючком. Этот кардиган, конечно, отсылает нас к тому самому уменитому дизайнеру его коллекции. По-моему, это практически полная копия. Он связан из-за льна лейс. Как он у нас? Лейс? Линен лейс. Линен лейс, да. Линен лейс. И пряжа шайнинг. Это розина ярн. Этот вариант в формате fashion box. Пряжа плюс описание. Наборы есть на сайте в разных цветах. Видишь, конечно, классно. Сейчас станет совсем тепло и захочется такой кардиган носить. Не снимая. Он прям длинненький такой хороший. действительно практически повторяет могу. Узнаваемо. Ну что, все. Я пойду поработаю. Желаю вам хорошего вечера. Обязательно вяжите. Обязательно вяжите побольше. Добро нам нужно. Улыбайтесь. Несите хорошее настроение. Пока. Эфиры сохраню. И подборку смотрите обязательно в сторис подборку. Я вам выложу сейчас красиво. Пока.